итак дальше обращение к ребятам школы ребят вот посмотрите и так школе мы с вами быстрый старт котлин начали и успешно проходим о чем я писал видео язык программирования котлин мы с вами начали второе направление сразу же android studio появились первые приложения то есть работа пошла но думаетесь о чем мы говорили мы говорили о блокчейн ребят это пример с интернета но именно с мы начнем опять вы спросите бавсуновский а почему так рано ребят я вам обещал что этот курс он осознанный он учит программировать я хочу вам показать что блокчейн это не так страшно ребят мы возьмем за основу вот этот код а потом будем его править сначала я продемонстрирую что это все работает а потом поясню сам смысл кода вот смотрите у нас генерируются блоки вот конкретно отправить валюту у сад чему отправить два баз александру ситушкину отправить два баз оба в сунов скому мы можем добавить еще но ведь добавляться то может и при помощи кнопки в будущем с мобильного приложения а теперь внимание обязательно ли это должны быть деньги нет это может быть комментарий это может быть подсчет чего-то на складе три баз иван иванов у нас успешно на котлин формируются блоки опять возможно вы думали ну вот блокчейн будем проходить где-то потом нет ребята нет и еще раз нет не потом а сейчас зачем зачем начать сейчас обратите внимание но потерпите долго но просто хочу чтобы дошло до конца обратите внимание вот вспомните как начиналась школа обратили внимание вот давайте я повторюсь итак если мы просмотрим курсы то вроде для нас не совсем понятно то есть идут например сразу переменные а потом сразу же переменные а потом сразу же функции но тем не менее вы убедились что это путь правильный когда я рассказывал предыдущем видео но предыдущие видео могут не смотреть люди могли не смотреть люди которые здесь только с этого видео начали есть ссылка на сайт кто начал с этого видео перейдете наберете они научились найдете страну школу общения рост а предыдущее видео я имел ввиду котлин для начинающих таком командном стиле все будут программировать кто хочет так вот именно в этом видео мы говорили о курсе 12 сейчас до я говорил о ребятах о а я ж не вошел о самом курсе так не туда нажал о самом курсе о том что вот смотрите еще раз повторюсь все таки чтоб это было понятно мы начали hello world переменные а потом сразу с функции хотя тут вроде все раз рассмотрено по порядку да но функции мы начали не зря по одной простой причине что вы убедились что это хорошо почему потому что мы начали работать с функциями начали работать с исключениями хотя вроде мы изучаем числа но работаем в пределах функции то есть не учимся а пишем код и сразу уже при изучении чисел добавили исключения и начали работать с исключениями и здесь подсоединились ребята и у нас получается действительно если посмотреть полноценные уроки и теперь то есть получается мы настраиваемся на изучение языка то что надо для написания а вот теперь ребята дальше вас собираюсь настраивать смотрите смотрите чтобы каждый из вас понимал а на что уделять внимание почему вы увидели что цифрам я уделил особое внимание потому что нам это понадобится блокчейн но давайте на самом деле рассмотрим мы с вами в уроках код этот рассмотрим очень подробно разберем по значит всем составляющим а потом будем его изменять добавлять добавлять проверки исключения делать наш код уникальным на самом деле если мы посмотрим то приложение блокчейн довольно просты и если вы откроем блок то есть первое по сути дела что такое блокчейн это цепочка блоков где есть предыдущий блок блок следующий при этом предыдущий блок включает код следующего и так далее и так далее если мы увидим байты array то есть массив байтов мы уже с вами настраиваемся на серьезное изучение этой конструкции на серьезное изучение классов да то есть уже соображаем что нам это надо по сути дела сам блокчейн составляет совершенно не сложно и по сути дела работа однотипная мы перечисляем что должно быть блоки здесь значит тайм и штамп число число с плавающей точкой далее сам блок массив хэш то есть это вот эти вот циферки массив предыдущий блок массив и нонс нонс блок ин целое число значит смотрите то есть сейчас не будем лезть внутрь а просто посмотрим первый шаг мы описали блок ну раз написал два написал но в любом случае как ты ни крути блок будет примерно включать одни и те же элементы если даже мы зайдем на сайт как мы с вами будем расширять не с головы мы с вами что будем делать мы с вами зайдем на сайт эфириум там есть примеры уже готовых да елки так нас не интересует только криптовалюта нас интересует сама технология то есть с сайта эфириум мы возьмем вот как они строят блоки по сути дела я же говорю блоки это примерно одно и то же в любом случае по минимуму это предыдущий следующий хэш да дальше нам надо расписать саму технологию блокчейн то есть что зачем будет идти и как она у нас будет работать и здесь у нас масса маневра далее если мы видим сама технология блокчейн включает везде идет то есть класс блок но везде вы видите фигурирует то есть класс блокчейн но везде фигурирует наш ранее созданный класс блок по сути дела мы проводим здесь манипуляции как его выдавать да и вы увидите ну наверное понятно да сначала вставляется класс дальше приватная функция формирования нового блока да и добавляется блок что добавлять в этом блоке просто проописывается на самом деле довольно несложно если разобрать вообще подряд и само приложение апп которое запускает точка входа и здесь мы уже можем отправлять все что угодно но заметьте заметьте я сейчас добавил вручную но по сути дела какая разница добавить вручную ведь это можно делать со смартфона что это может быть за блок обязательно валюта совершенно нет это может быть комментарий это может быть продукт со склада это может быть товар с магазина это может быть все что угодно это может быть переписка сообщения по сути дела наша задача изучить технологию которую мы будем вставлять в мобильные приложения теперь вам понятно почему я говорю что мы сейчас начнем блокчейн для того чтобы сосредоточить ваше внимание на таких вещах как классы и массивы мы к ним придем то есть когда еще мы начинали изучать язык я вам говорил как вы помните что здесь линейного ничего нету как в книге здесь мы изучаем исходя из того что нам надо в практике и просто ребята я вам хочу сказать потому что для многих само слово блокчейн кажется каким-то довольно далеким странным для кого-то страшноватым но на самом деле сама по себе технология ну так всегда наверное все гениальное просто до ужаса проста мы с вами на одном котле не ограничимся ребят я вам сразу говорю мы с вами постараемся сначала пойдем следующими шагами сначала разберем вот этот конкретный пример чтобы было понятно плюс разберем теорию теоретически что такое блокчейн потому что есть много курсов допустим что такое блокчейн но вы знаете без кода изучать это довольно глупое дело нам надо строить поэтому я сейчас вы прошу меня услышать мы пойдем следующим путем мы будем писать на котле конечно это самый классный вариант почему потому что когда мы пишем приложение на котлин когда у нас в андроид студии написано котлин когда у нас сами блоки написано на котлин когда у нас серверная часть написано нам это очень легко поддерживать но я хочу чтобы вы посмотрели шире обязательно изучайте python школа есть spb-tut.ru где есть python и другие вещи потому что мы с вами обязательно потом нам надо будет переписать этот же код на python на serpent serpent это тот же python но язык написан на c++ конкретно для разработки блоков и мы нам с вами надо будет написать такой же код на языке программирования солидность да язык программирования который разработан именно компания ethereum как программного обеспечения да и ethereum нам ethereum нам поможет понять блокчейн изнутри как программное обеспечение вы понимаете хотя ethereum ой ethereum всеми средствами создавал программное обеспечение и он просто кричит ребята да не для денег это для всего чего угодно они вот рисуют я смотрю картинки каждую неделю меняют они пытаются объяснить что можно создать социальную сеть что можно создать просто записи они именно для этого и работали и здесь есть готовые вещи и здесь есть примеры но не забывайте основная задача это котлин но тем не менее я хочу чтобы в школе росли профессионалы теперь помните я вам говорил что почему мы так подробно изучаем котлин язык со статической типизацией когда мы четко понимаем котлин то есть как не просто как язык а как язык со статической типизацией то при прохождении солидити да тот кто понимает котлин не должно быть никаких вопросов так как это тоже язык со статической типизацией да другие названия но смысл один и тот же то есть здесь тормознуть мы не должны я говорю к чему я говорю к тому что нам надо разбирать технологию блокчейн с разных сторон чтобы мы могли оперировать разными платформами для разных вещей и говорю изучайте котлин да изучайте пайтон еще в школе потому что я согласен ведь разработчики котлин конкретно сказали что это мобильные платформы котлин это веб то есть серверная часть котлин он под это заточен но проекты ребята могут быть у вас разные иногда разумнее допустим чем писать взять тот же джанго и написать серверную часть на джанго и кто там будет спорить типа можно или нет сразу можно заткнуть рот инстаграм написан серверная часть на джанго на инстаграме весь мир мало сегодня приложений которые имеют популярность больше чем инстаграм поэтому а морду у него там написано я даже не знаю на чем на каком то вот на джава скорее всего к чему я рассказывал сейчас приступим к разборке кода еще раз повторяю наш план ребята мы разбираем для начала вот этот готовый код то есть в голове у нас должно отложиться первое пишем блок то есть что включает себя сам блок формируется там дата числовой хэш предыдущий блок и так далее и так далее что сама технология то есть как мы будем выстраивать блоки при помощи каких элементов языка далее строим само приложение которое уже имеет точку входа и нечто делает то есть конкретно сюда добавляются блоки ад блок ад блок и тут тоже ничего сложного нет когда будем разбираться подробно поймете ну вот мы расписали в самой технологии блокчейн функцию ад блок да то есть добавить блок и что в него включить но ведь по сути дела подумайте это может быть андроид студия там может быть кнопка там может быть все что угодно то есть по сути дела морда может быть любая первый шаг для нас с вами может я долго рассказываю но мне хочется чтобы у вас прошел вот это страх да блокчейн что-то розовое серое непонятное да нет ребята все очень понятно я сказал все гениальное очень просто и если вы думаете что блокчейн там какой-то разный принцип я смотрел на python я смотрел на языке программирования солидность от эфириум я смотрел на языке программирования от гугла гоа все одинаково но по сути дела все равно в блок вы не включите там нечто экстравагантное по сути дела это одни и те же элементы плюс-минус что должен иметь блок это по минимуму значится пришлось прерываться поэтому возможно повторюсь где-то так и так сами блоки имеют в принципе определенные вещи само собой нам надо первое время чтобы контролировать когда была проведена транзакция да самом нам надо блок сам номер предыдущий блок и мы не говорили допустим нонс это у нас целое число то есть что оно проверяет опять же здесь мы можем воспользоваться криптографией по сути дела это не повторяющийся блок который посылается серверу по сути дела когда мы написали блок то понятно что нам еще придется писать и серверную часть чтобы участники могли обмениваться между собой сколь угодно в любом случае это было сейчас не обучение моя цель была следующая подвожу итог блокчейн сейчас тоже начнем для чего сейчас именно мы изучаем Kotlin и в это же время начинаем блокчейн и в это же время мы начали Android Studio почему то есть в Android Studio мы начали применять функции правильно которые вроде как начали изучать то есть начали программировать а блокчейн начнем сразу для чего для того чтобы понять и поставить себе более не более а очень правильные цели а на что нам обращать внимание далее при изучении Kotlin для наших целей ведь наша цель не забывайте это создание мобильных приложений на языке программирования Kotlin с технологией блокчейн что это будет валюта простое приложение или что то это не важно важна технология так когда мы начнем писать первый код который нам придется объяснять нам будет понятно что особое внимание мы уделим на классы на массивы на написание функций сюда мы еще можем добавить кучу проверок что мы будем делать и как я говорил что изучение блокчейн мы проведем разносторонним образом поэтому ребят кто в школе изучайте и Python и Kotlin Python нам даст возможность воспользоваться Python серверной частью и языком программирования Serpent который такой же как Python по синтаксису только там отличаются типы данных не сами а просто имеют определенные ограничения язык программирования Kotlin как представитель языка с статической типизацией как представитель короткого языка но имеющего скорость Java а это значит можно написать на нем все что угодно при том мощную серверную часть нам даст возможность и писать блокчейн и легко понимать язык программирования эфириум эфириума не эфириума а язык программирования от эфириума солидность да и при этом я же говорил мы работаем сейчас на платформе линукс поэтому мы будем работать и самим эфириум да то есть самой этой платформой возможно я повторяюсь я говорю я отвлекался почему нам надо опыт эфириума чтобы понять их формирование блоков так как есть кроме эфириума эфириума другие платформы и все что сегодня мы не делали нам останется только дописать серверную часть и здесь очень важный момент очень важный момент это все таки для участников в школе кто был в школе джанга для того для того серверная часть не вызовет затруднений а кто не делал жанга не начинал писать то есть для того такие вещи как размещение на сервере как ключи допустим передачи и многое многое другое пост запросы гет запросы то есть это уже должно у вас быть в голове конечно если вы этого нету то вам будет не хватать знаний а я на этом не буду останавливаться по одной простой причине я рассматриваю школу что человек учит и джанга и пайтон потому что просто пайтон это язык который просто обязан знать каждый человек это палочка выручалочка на нем можно написать практически все вот вы меня услышали да я надеюсь ну и подводя итог еще раз основная задача видео было это развеять страх чтобы сама по себе технология блокчейн не сеяла у вас некий мираж некую иллюзию а вполне конкретную вещь которая состоит из определенных вещей давайте это все еще раз проговорим блокчейн состоит из самого блока где мы заполняем что должно быть блоки и в принципе все вещи которые есть блоки они не выдумываются программистами есть прекрасная наука криптография с которой можно брать все объяснения вот как только недавно мы с вами брали тот же нонс то есть мы понимаем что нам для чего нужно когда мы написали что включает себя сам блок мы можем расписать саму технологию блокчейн мы будем все это разбирать то есть как это у нас будет работать по сути дела как будет формироваться новый блок как будет значит показываться формироваться предыдущий блок то есть само формирование блоков да я не сказал еще есть один файл как это будет все отображаться по сути дела в данном случае это вот так отображается и само ап то есть это точка входа и порядок и в конце концов когда мы нажимаем запускаем программу у нас формируются блоки вот это вот эти вот эти кучи буквы цифр они есть неповторимый блок каждого код каждого блока и один связан со вторым первый если добавляется второй блок он генерируется на основе первого третий на основе первого второго то есть по сути дела это снимает это огромнейшая безопасность так как если внести в любой блок изменения то вся система работать не будет то есть взломать это нереально по одной простой причине потому что во все блоки если ты залезешь в один блок то нарушится чтение кода во всех других блоках значит система сразу это выдаст то есть что это значит это значит что за этим стоит будущее это значит что мы вы можете работать допустим если вам система блокчейн нужна для складской продукции блоки изменить нельзя кроме хозяина по сути дела если вы добавили столько товаров их никто кроме вас уже не изменит никто следующий момент у вас есть там на складе 20 машин вы работаете с рынком вы говорите вот код вот проверить 20 машин там есть то есть человек с того конца проверяет да действительно есть 20 машин он дает код вот у меня есть деньги вот там 5 миллионов вы смотрите система сама по себе полностью открыта вы смотрите да там есть 5 миллионов деньги у него есть можно работать по сути дела это мощнейшая вещь защищенная мощнейшая вещь но проста до безобразия ну а наш с вами цель сейчас начать работать с блокчейн и я объяснил но еще раз повторюсь моя задача в этом видео было снять какую-то пелену перед тем как мы начнем работать с кодом что это нечто там заоблачное нет это не заоблачное вполне конкретные вещи второе она довольно проста третье система блокчейн довольно шаблонна то есть в принципе блоки содержат одни одно и то же работу вы уже делаете саму работу да здесь уже куча вариантов вы будете придумывать как вам лучше ну чтобы понять как это работает конечно же надо в первую очередь рассмотреть пример первый пример мы рассмотрим на котлин как я потом говорил что поработаем с другими языками далее у нас задача стоит рассмотреть серверную часть и встроить систему блокчейн в мобильное приложение ну а мобильное приложение вот то что оно будет делать оно будет делать да то есть то что вы додумали единственное что основой для ведения этих дел будет не база та же майсокл да а будет сама технология блокчейн которая будет работать от пользователя к пользователю сами по себе эти приложения почему я говорю что надо изучать они уже будут вызывать интерес у пользователей и конечно же те люди которые научатся делать такие приложения они будут зарабатывать потому что это востребованность ближайших 15 лет точно и как сегодня говорят эксперты скорее всего не скорее всего а блокчейн займет место и саму технологию блокчейн сравнивают с открытием интернета самого до этого ничего не сравнивали именно по такой планке как открытие самого интернета хотя мы с вами рассмотрели пока к подробному рассмотрению не подошли да это будем еще делать в процессе уроков но как вы увидели что что-то что-то за гранью невозможного здесь нет тем более информации достаточно наше дело все собрать до кучи ну а тех кто начал с этого видео в описании видео есть сайт вы придете на сайт котлингланг spb-tut.ru и вперед заниматься заниматься шаг за шагом сайт и приятного с